Доли, родовой женской доли, о том, почему мы иногда не можем реализовывать наши планы, мечты, почему у нас повторяются одни и те же сценарии жизни, почему мы иногда заходим в тупик, несмотря на наши курсы, вебинары, марафоны и так далее, почему не сбываются желания и так далее, почему женщинам порой так тяжело живется на этой земле. Сейчас, я надеюсь, Дарья уже у нас смотрим запросы. Так, нет, запрос у нас только один, а я жду запрос от Дарьи. Вот. Пока присоединяйтесь, сейчас Даша выйдет на связь. И я ее подключу, вот, пока нет. Я пунктуальна, очень пунктуальна, как ни странно. Так, нет, это не Даша. Итак, в нашем сегодня прямом эфире мы будем с Дашей разбирать следующие темы. Эфир называется «Изобильная женщина». Что такое изобильная женщина? Это женщина наполненная, женщина, которой есть что отдавать, чем делиться, которой не нужно для этого искать, бегать в поисках. Вот Даша у нас. Мужчина, потому что она и так полная, она может как раз мужчине отдавать, а не только искать, как бы заполнить пустоту внутри. Вот. Ой! Добрый вечер. Я уползла куда-то вверх. Ой, какая красивая Даша. Добрый вечер всем. Анфиса тоже очень красивая. Добрый-добрый вечер. Привет. Даша, наш сегодня разговор, прямой эфир называется «Изобильная женщина». Вот. Я тут начала, пока ждала выхода твоего в эфир, рассказывать, что такое в моём представлении изобильная женщина. Как ты себе видишь женщину, которая наполненная, которой не нужно эту пустоту чем-то всё время бесконечно заполнять и кем-то? Ну, на самом деле, я чуть позже, да, расскажу, что такое изобильная женщина, просто немножко расскажу о том, что сейчас на самом деле это очень такая яркая, актуальная тема, да, которая не просто витает в воздухе, да, с которой я сталкиваюсь ежедневно в проработках, да, со своими учениками, со своими клиентами. И на самом деле это один из главных таких запросов, потому что, конечно, у меня больше всего учеников и клиентов именно женской аудитории. Конечно, безусловно, у меня есть и мужчины, они приходят, они очень любят развиваться, они очень любят работать над собой, но в основном, конечно же, это женская аудитория, и каждая женщина хочет быть изобильной, она хочет быть лёгкой, она хочет быть воздушной, сексуальной и привлекательной, но не всегда это удаётся, и на это, конечно же, есть причины. Особенно ты знаешь русские женщины, я много езжу по миру, и, конечно, такого вот вообще количества красивых, сексуальных, манящих, прекраснейших ухаживающих за собой женщин, которые при этом ещё и пашут там иногда на нескольких работах, и мужа на себе тянут, и детей, и чувствуют, что, приходя с работы, они должны мужа ублажать, что-то готовить, всем стирать. Такое, не знаю, универсальное создание робота, который делает всё за всех. Вот, и при этом у нас в стране это считается нормальным. А чувствует ли эта женщина себя счастлива, это большой вопрос. Да, и более того, на самом деле, социум и те наши традиции, которые передавались из поколения в поколение, да, они не то чтобы считаются нормальными, да, они в какой-то степени обязывают женщину это всё соблюдать и это всё делать. На самом деле, мы живём в современном мире, и те, которые мы живём, женщин, да, ответственность за какой-то быт, за труд и так далее. И так далее, это очень сильно нас утяжеляет. И более того, на своём опыте, могу сказать, и на опыте своих учеников и клиентов, это очень сильно женщин разрушает. Разрушает именно женскую природу, разрушает женскую красоту, да, силу, притягательность, ту изюминку, да, и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А из нас вот какая-то вот всё равно прёт нелюбовь к себе, неуверенность в своих силах. Ведь не принято же было на... Вот меня в советском детстве и всех моих ровесниц никто не хвалил. Говорили, ты должна заслужить, иди посуду помой, ну, чего ты сидишь без дела, да? Никто не говорил, какая ты красивая, чего ты достойна. Как вот это всё... А уж как я тебя люблю, я лично практически никогда не слышала. Я знала, что меня мама, бабушка там любят. Вот. А так, чтобы говорить это постоянно, ну, не принято было. Вот. Чаще говорили, какая ты озорная, что-то там не так сделала. То есть поругать всегда вот в нашем вот российской действительности ребёнка проще, чем похвалить. Вот. И поэтому хочется прежде всего узнать, каким образом помочь женщинам, что ты делаешь, и как мы можем помочь женщинам полюбить себя, научиться уважать себя и обрести уверенность в себе. Я являюсь автором уникальной методики, методики BodySoul, которая действительно помогает работать с теми родовыми программами, которые передались нам по наследству. Те, которые заложены в наших клеточках ДНК и которые очень сильно влияют на нас, на нашу действительность, на те ситуации, с которыми мы сталкиваемся. И хотим мы этого или не хотим, верим мы в это или не верим, знаем об этом мы или не знаем, но это то, что очень сильно на нас влияет. Потому что мало того, что это заложено в клеточках, это заложено в нашем подсознании, и мы прекрасно знаем, что наше подсознание очень сильно, те программы, которые есть в нашем подсознании, они на нас влияют. И мы бы все хотели быть счастливыми, свободными, изобильными, да, то есть это желание есть, но как это сделать? Нас никто этому не научил. Нас не учили этому в школе, нас не учили этому в университете, не было каких-то специальных курсов, и мы не знаем на самом деле, как от этого освободиться. Мы знаем, что я должна, мы знаем, что я обязана, мы знаем, что я чувствую какую-то вину, и мы знаем, что есть какое-то состояние, с которым нам на самом деле некомфортно. Но все это происходит почему-то, потому что в основе этого лежат родовые программы, от которых, деструктивные родовые программы, от которых очень важно на самом деле на сегодняшний день освобождаться, потому что это то, что не дает нам двигаться дальше, это то, что не дает нам раскрываться, реализовывать себя, проявлять себя в этом мире и проявлять даже не с точки зрения профессии, реализации, а именно проявляться как женщина, как женщина, которая несёт эту энергию в мир, потому что каждая женщина, она в этот мир тоже пришла не просто так, она тем самым излучает какого-то рода энергию, она что-то творит, она что-то создаёт. И это тот важный момент, который, в принципе, актуален для каждой женщины. Вы даже можете написать, все те, кто присутствует, хотелось бы вам проявить себя, легко проявить себя в этом мире, вне зависимости от того, женщина вы или мужчина. Мы, конечно же, сегодня говорим больше о женщинах. Ну, проявлять себя очень многие женщины, вообще очень многие женщины о себе не думают. Я сколько наблюдаю за женщинами. Сначала, значит, в детстве мы все думаем, как угодить родителям, или как, наоборот, вопреки родителям, да, то есть мы всегда либо с ними боремся, либо идём на поводу, и вот это всё детство проходит вот под этой эгидой. То есть мы не задумываемся там, кто мы, что мы, чего мы хотим, какая я. Вот если говорили тебе с детства родители, что-то ты у нас не слишком красивенькая, то ты выросла в сознании, что ты не слишком красивенькая. Если тебе говорили, вот мне, например, с детства говорили, не ешь, будешь как мама, потому что у меня мама, она родилась с ожирением, она как бы с детства, с раннего была очень полным ребёнком, потом она выросла в полную девушку, в полную женщину. Вот. И всё время боролась с весом. И я, будучи достаточно худым ребёнком, с детства у меня не было такой врождённой истории, но я каждый день слышала ото всех. Не ешь, будешь полный, смотри, выросишь, будешь как мама. То есть это даже не подсознательная программа, это программа, которую прямо вот закладывают на месте. И у меня была бабушка полная, и вторая, и третья, и все. И вот все женщины моего рода, например, всегда страдали там от лишнего веса. И это же ведь не просто так. Ведь лишний вес, он тоже генетически заложенная отчасти история, и от родовых программ тоже зависит. Так ли это, Даша? Это на сто процентов так, потому что буквально сегодня, но случайности не бывает и совпадений тоже, я в это не верю. Я верю в то, что всё происходит тогда, когда нужно. Сегодня я буквально получила отзыв от своей ученицы, которая написала, что за время прохождения курса она похудела на 10 килограмм. Хотя не было цели похудеть на 10 килограмм, мы работали с родовыми программами, мы от них освобождались. И человек просто-напросто, не сидя ни на каких диетах, похудел, он освободился. Потому что лишний вес, это, конечно же, наша энергетическая защита. То есть это то, что нас очень сильно утяжеляет, а утяжеляют прежде всего наши деструктивные, подсознательные родовые программы, и освободившись от которых, мы теряем этот лишний вес, а точнее он уходит просто сам. То есть мы даже для этого ничего не делаем. Даша, а уточни, пожалуйста, вот какая примерная, ты же много клиентов принимаешь, какие родовые программы чаще всего влияют на лишний вес, например? Что это может быть, к примеру? Это может быть тотальное обесценивание себя. То есть тогда, когда мы обесцениваем себя как личность, как женщину. Очень много, например, низкочастотных разрушающих программ, когда мы сами себя разрушаем, когда мы сами занимаемся таким самобичеванием, когда мы сами себя виним, когда мы сами себя гнобим или ещё что-то, мы себя разрушаем. Тем самым мы разрушаем всё вокруг, и, соответственно, тело, оно будет защищаться в том числе, потому что оно не понимает, почему так происходит. Наше тело, оно живое, оно дышит, оно слышит нас, да, всё то, что мы думаем, всё то, что мы излучаем, всё то, что мы передаём, и, соответственно, оно начинает защищаться и набирать этот лишний вес. И, конечно, на самом деле, очень индивидуальные всё-таки это моменты, да, то есть здесь нужно смотреть, но яркие такие моменты — это обесценивание себя, это нелюбовь к себе, да, то есть это уничтожение, разрушение самой себя. Притом это разрушение, оно на самом деле передаётся в том числе и от бабушек, от мам, потому что мама и бабушки делали это неосознанно, да, то есть то, что они передавали и говорили, да, моя мама мне всё время говорила, это похоже на бабушку, а на её свекровь, да, значит, ты априори некрасивая, да, то есть она тоже в меня этот момент закладывала. И, соответственно, это было бессознательно, она не хотела этого делать, она не хотела, чтобы я так чувствовала, да, как потом оказалось, но это те программы, которые в том числе на неё действовали, и она это транслировала, транслировала на меня, а значит, и во мне тоже есть эти программы, да, потому что мы прекрасно понимаем, что мы похожи на своих бабушек, мы похожи на своих дедушек, и мы похожи не только внешне, у нас есть какие-то черты характера, да, там, проявлений себя, и в том числе те генетические программы, которые заложены, они, естественно, точно такие же, но если раньше эти программы были, ну, так сказать, нормой, да, когда, ну, даже если мы посмотрим на примере, когда раньше женщины ходили на завод и зарабатывали деньги, и это было нормально, да, потому что цель была заработать деньги, программа выживания. Пали укладчица, женщина, да, женщина, которая таскала, тяжести поднимала, да, сейчас никто на завод не хочет. Ну, дело даже не в этом, да, то есть в этом заложена программа выживания, и сегодня мы живём в другом мире, мы так не хотим жить, мир поменялся, но та программа, которая есть внутри, она есть в нас, и в том числе она мешает нам быть изобильной женщиной, да, она мешает нам привлекать в свою жизнь очень легко энергию денег. К примеру. Это абсолютно точно. Я ещё тебе даже скажу, что когда я работала с темой лишнего веса, потому что я считаю, что это не только проблема с питанием, там, с отсутствием спорта, потому что так столько, сколько я сидела на диетах, мне кажется, ни одна худая девушка никогда в жизни не сидела, вот, но ничего не складывалось, и лишний вес не уходил, и отравлял меня жизнь, ну, до тех пор, пока я себя не приняла такой, какая я есть. Но вот я, когда работала со своим лишним весом, у меня причина всплыла как раз в разговор с подсознанием. Подсознание сказала, что, как бы, Анфис, ты слишком много всем отдаёшь, а брать в ответ не умеешь. И поэтому, если мы сейчас ещё и килограммчики лишние отдадим, то чего нам останется? Мы просто, мы просто тогда, ну, с этой земли нас сотрёт. То есть у тела, у тела своя вот эта вот память, да, у меня и бабушка отдающая, была и мама, и все женщины бесконечно, там, не знаю, бабушка моя вязала, обвязывала всех своих подруг, они ей за это ни копейки не давали, ещё и постоянно её... Это и есть обесценивание, да, то есть когда мы обесценили себя, когда мы обесценили то, что мы отдали, и, соответственно, получается, нарушен энергообмен, да, то есть мы отдали больше, а не получили ничего, и, соответственно, это и есть та энергия, да, которая нас разрушает, да, в том числе. То есть вот эти и есть программы, да, которые нам сигналят об этом. Именно из-за вот этих родовых программ Женщина может не понимать, как себя любить Правильно? Конечно То есть она живёт, ей говоришь, полюби себя А они потом пишут в комментариях А как? Если я подхожу к зеркалу, себе не нравлюсь Если я, ну что вот, от того, что я сто раз скажу, что я себя люблю Неужели я себя смогу полюбить? Нет, это не так И на самом деле, я, ну на собственном опыте это проверено Когда ты читаешь книги, когда ты ходишь на разные тренинги, на разные курсы И везде тебе кричат, полюби себя И казалось бы, что может быть проще, да, пойди себе купи платье и скажи, какая ты красивая Но не помогает, не работает, да И в определённый день ты стоишь перед зеркалом и понимаешь, что ты действительно не полюбила себя А почему? Да потому что есть, опять же, эти программы, которые мешают это сделать, да В том числе это может быть какой-то родовой запрет, да, или родовой отказ полюбить себя А мы делаем всё для того, чтобы полюбить себя И техники, и практики, они просто не будут помогать, пока мы не доберёмся до первой причины, да Потому что я работаю именно с первой причиной происходящего То есть это как растение, да, которое растёт, и если мы сверху обрезаем растение Оно всё равно снова вырастет, потому что корешок там остался И поэтому, когда мы выдёргиваем этот корешок, да, тогда к нам не приходит понимание Вот, теперь я понимаю, как это любить себя, как это заботиться о себе И более того, как это излучать в этот мир, да То есть это те состояния, которые порой трудно даже описать словами, да То есть ты это чувствуешь, вот я сейчас говорю, мне мурашки Я говорила уже моим подписчикам, что у меня была с тобой консультация Поэтому я знаю, как ты работаешь, я не буду открывать секретов Пусть это каждый на себе попробует, тем более, что у тебя есть и курсы И наверняка какие-то личные консультации Вот, я знаю, что ты очень тонко и очень чётко чувствуешь эти родовые программы То есть ты, ну, фактически, как экстрасенсоришь, правильно? Ну, как это, когда мы с тобой разговариваем, и ты вдруг начинаешь мне выдавать Значит, родовые мои программы, которые я знаю, что были в моём роду Потому что я уже давно в этом разбиралась и уже докопалась до них там Какими-то своими путями, и тут ты просто как будто я пришла к экстрасенсу Только он мне там не говорит, завтра у тебя будет принц Или там, помню, у тебя там потеряла ты собаку в 95-м Вот, а ты именно как будто заглядываешь в генетические вот эти все коды И достаёшь оттуда историю моего рода Вот как ты это делаешь? Ну, на самом деле, как я это делаю, на это способен каждый Да, что это такое? Это наши интуитивные навыки и каналы И опять же, нас никто не научил этим пользоваться То есть это то, что дано нам по факту рождения Как руки, как ноги, как голова То есть это то, что есть абсолютно у каждого человека И мои ученики, да, являются ярким примером того Что это действительно можно в себе развить и раскрыть Если ты научишься этим пользоваться Да, и поэтому у меня эти интуитивные навыки и каналы, они очень хорошо раскрыты И поэтому я чувствую людей, да, то есть на уровне чувствования На уровне картинок, на уровне понимания То есть это не что-то сверхъестественное А это то, что есть абсолютно у каждого человека И при желании этому можно научиться, да Потому что это очень хорошо помогает нам элементарно понимать себя Слышать себя, чего ты хочешь, куда ты хочешь И знать, как тебе идти по твоему жизненному пути Потому что у каждого из нас свой путь И часто мы не знаем, а как нам нужно поступить Так поступить или так Туда пойти или сюда пойти Мы не знаем, как правильно сделать этот выбор Но когда у нас налажена связь с самим собой С самой собой, да, со своей душой Со своим внутренним голосом Мы чётко знаем, что нам нужно делать и как То есть наша жизнь, она становится лёгкой Да, только если внутри у тебя много разных голосов Как отличить, какой из них твой Потому что там же, как это, как поёт баста Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей Вот мы все поём, думаем и мыслям Часто голосами родителей Общества, в котором мы вертимся Ведь половина того, что я думала о себе Оно вообще действительность не соответствует Это то, что мне, обо мне рассказали со стороны Так же, как о моих целях, планах Кем я должна быть, какой Даже вот выкладываешь любую фотографию в Инстаграм И сразу тебе тысячи людей пишут Какая ты должна быть на самом деле То есть как найти свой путь Когда столько вокруг советчиков Столько людей, которые за тебя лучше знают Что тебе надо Какой ты должна быть Здесь на самом деле всё очень просто Потому что у нас есть мозг Который нам навязывает своё мнение И это такая машина Я не побоюсь этого слова Потому что я действительно это называю так У нас уже укрепились нейронные связи Мы уже имеем какой-то определённый опыт И когда случается какая-то ситуация Или элементарно мы что-то пытаемся подумать о себе Мы думаем теми заготовками Теми нейронными связями, которые уже есть Мы просто с полочки достаем эту нейронную сеть И она активируется И поэтому здесь важно раскрывать Раскрывать свою чувствительность Раскрывать вообще себя Для того, чтобы понимать, что у тебя внутри Что у тебя в душе Не то, что тебе говорит твой мозг А что происходит внутри тебя Элементарно даже тело Наше тело, оно откликается Если мы научимся с ним разговаривать Оно действительно откликается Ну, к примеру Мы, например, собираемся на какую-то встречу И бывает так, что раз И нам становится некомфортно Или даже что-то поднимается Какая-то боль в теле может подняться А что это такое? Мы часто говорим о том, что Нет, я назначила встречу Я обязательно на неё поеду Иначе как обо мне подумают И я буду чувствовать себя виноватой А на самом деле нам тело подсказывает Что не стоит этого делать Например, это не наш путь Но мы часто к этому не прислушиваемся Мы не обращаем на это внимание Поэтому здесь очень важно замедляться Здесь очень важно спрашивать себя А что я хочу? А будет ли мне сейчас комфортно? Да, то есть положа условно руку на себя И находясь в каком-то спокойном состоянии Медитативном, например, состоянии Очень просто получить эти ответы на вопросы Потому что они есть не где-то Они есть внутри И я сама проходила этот путь Когда я обращалась к различным людям Специалистам, техникам, практикам, методам И мне кажется, что я испробовала абсолютно всё Что есть в этом мире Действительно нисколько не утрируя Потому что я была одержима Этими внутренними проработками И только тогда, когда я поняла Что все ответы находятся не где-то Не вовне, а внутри меня Тогда я пришла к этой гармонии К этой любви к себе И ко всем тем состояниям Которые хочет обрести любая, в принципе, женщина Ты знаешь, какая история? Я, например, всегда говорю, что у меня очень хорошая интуиция Очень хорошая Но я, к сожалению, не всегда И очень часто её не отличаю от паранойи Потому что иногда, с одной стороны, ты можешь чувствовать То есть как понять Ты можешь чувствовать интуитивно, что тебе надо С другой стороны, паранойя тебе говорит Ой, не ходи туда Ой, там с тобой что-то случится У меня бывает, что на дню Ну, бывает прям вот я иду И какие-то картинки в голове Я вдруг прям вижу, как я еду за рулём И вижу, как вот так вот выезжает другая машина Прям вижу эту картинку Естественно, я еду дальше Немножко так это притормаживаю Думаю, сейчас может это интуиция Может сейчас что-то авария мне грозит Ничего, нормально, проезжает угла паранойя И то же самое бывает и с людьми Когда ты уже на ком-то обжёгся На каком-то товарище Встречаешь нового И параноишь Наверное, тоже что-то там хочет мне плохое сделать Свинью подложить И упускаешь какие-то шансы, возможности Куда ты не идёшь Именно потому, что ты боишься Вот как же их различать Эту интуицию и паранойю Есть какие-то, скажем, внутренние сигналы Сстроенные? Есть Есть внутренние сигналы Что это такое? Это не паранойя Очень часто таким образом Сплывают как раз-таки Вот эти подсознательные программы То есть может всплыть какой-то страх Может всплыть какая-то программа И мы через эти ощущения Это могут быть не обязательно картинки Потому что кто-то видит картинками Действительно Кто-то внутренне чувствует Опять же, да, какой-то Раз, и некомфортное состояние появилось И это значит, что просто что-то всплывает И сейчас такое время Когда действительно очень важно Освобождаться от этих деструктивов Абсолютно каждому человеку Потому что это порой не предупреждение Да, какое-то А это действительно сигнал о том Что настало время Звоночек такой, да От этого освободиться Все, ты готова Ты можешь идти дальше Но сейчас, на данный момент Это не дает тебе сделать условно Квантовый скачок Тебе это не дает сделать прорыв Да, в твоем сознании В твоей жизни и так далее Потому что вот оно на поверхности То есть уже просто Картинку показали Назовем это так И здесь, конечно же Своих учеников на курсе Я обучаю Как это делать? Как это отличить? Как отличить вообще свой мозг? Как отличить, что сейчас происходит? То есть есть определенный метод По которому мы работаем Алгоритм И учимся распознавать Распознавать свой внутренний голос Потому что это Ну, это не то, чтобы неимоверная помощь А это, наверное, самое главное К чему мы все идем Расскажи для тех, кто не знает Я-то проходила твою консультацию Это не больно? Не страшно? Как эта работа? Я не пытаюсь Люди боятся всего неопознанного Неизведанного Есть те, которые говорят Там вот эти светлые человечки Православные Это бог против Там лучше этого не делать Да, сегодня как раз Праздник Пасхи Я почему-то вспомнила Ну, вот я много сталкивалась С такими аргументами Когда рассказывала Про какую-то работу над собой Ой, а это не страшно Ой, я так боюсь копаться в этом Это же можно с ума сойти А вдруг что-то там не то С трону Расскажи Ну, как-то Что-ли, не знаю Успокой людей Которые боятся Работать над собой Вот по системе бодисолл Ну, на самом деле Это страшно Почему? Потому что Очень страшно Почувствовать свою силу Очень страшно Обрести свое могущество И почему так люди говорят? Потому что Они не хотят Эти в развитие Проще всего Оставаться там Где ты есть И очень непросто Идти В свою зону В свою точку роста Да, то есть Это определенная ответственность Это определенная ответственность За свою жизнь За те изменения Которые будут происходить И очень часто Люди из-за своего страха Да, дабы не сделать себе хуже Как будто бы Да, остаются там Где они есть Но тем самым Ничего не меняется Потому что В принципе Мы сюда пришли На землю Развиваться Эволюционировать И это развитие И эволюция Она должна быть постоянной Нет никакой точки Куда бы мы пришли И оказались на месте Да, то есть Часто люди думают Вот я сейчас себя проработаю И все И все Моя жизнь заиграет красками Но мы должны понимать Что это непрерывный процесс Развития себя И это не больно Физически абсолютно нет Но какие-то моменты Которые у человека всплывают Вообще Наше развитие И рост Да, часто это идет Через какую-то боль Именно душевную боль Когда нам некомфортно Неприятно Но благодаря методу Бодисол Мы очень легко И просто Это все интегрируем И освобождаемся Без боли Да, потому что Ну, насколько я знаю Очень многие люди Которые этим занимаются И существуют Разные техники И практики Они как раз таки Говорят о том Что нужно принять Эту боль Нужно прожить Эту боль Да, ее прочувствовать Встроить Я лично так не считаю Я считаю Что каждый из нас Действительно достоин Счастья Достоин любви И очень важно Находиться В комфортных энергиях Да, то есть Вот я не выбираю боль Я не хочу проживать Свою жизнь через боль И если у меня Что-то всплывает Я благодаря методу Легко и просто Освобождаюсь И вхожу в нужное Ресурсное состояние Ну Понимаешь Иногда получается Что не мы выбираем Боли А на нас Да, когда случаются Трагедии какие-то Или та же самая Пандемия Пандемия Как правильно сказать Которая случилась И вроде как Многим людям От этого больно У кого-то Бизнес разрушился У кого-то Хотя очень многие люди Выросли Во время пандемии От чего это зависит Что Приходит Предположим Какая-то беда Она вот На всех пришла Да Зависит ли это От человека Что он проживает Это У него все Рушится Умирают Какие-то близкие люди Да И что-то вообще Бизнес Не туда идет Либо наоборот Он начинает Богатеть И процветать В сложные времена Это от чего Может зависеть От родовых программ Или это Просто оптимист Пессимист Но не обязательно Что только У оптимистов Все хорошо А тех Кто Думал Плохо Да И надеялся На худшие Или переживал Сильно У тех Все разваливается Бывает же По-разному От чего Зависит Что Сложные Независимые От нас Времена Независящие От нас Времена Кто-то Начинает Идти вверх А кто-то Наоборот Вот как раз Уходит в тоску В грусть В депрессию Зависит На самом деле От человека Готов он Развиваться И двигаться Вперед Или же нет И те люди Которые Не готовы Двигаться Вперед Да То есть я на собственном опыте Могу сказать Они действительно Очень тяжело Переживают Это время Те люди Которые Были готовы Развиваться Те люди Которые В принципе До этого Подготовились И до этого Развивались Их этот кризис Не коснулся От слова Совсем И действительно Они очень хорошо Выросли в это время Во всех сферах Назовем это так И в сфере Своего предназначения И финансов И отношений Потому что у них Все это складывалось И соответственно На самом деле Все то что Происходит Это всего лишь Сигнал о том Что Проснитесь Все то что вы создаете Вы создаете это сами И как бы это сейчас Не звучало Но даже те вещи Какие-то трагедии Какие-то тяжелые случаи Мы притягиваем Все в свою жизнь Самостоятельно Мы все сами Это создали И мы вправе Все это Рассоздать На самом деле И часто Ко мне приходят люди Которые Ну действительно На грани Жизни и смерти А точнее У них какая-то Такая ситуация Но Они выбирают Совершенно другую историю И освободившись От тех программ Они выходят Совершенно на другой уровень Хотя Их история Могла Например Закончиться И такое Тоже в том числе Бывает Поэтому Что бы ни происходило Выбор Всегда остается За нами Как мы будем На это реагировать Вне зависимости От того Оптимист Мы или пессимист Но как правило Те люди Которые совершенствуются Те люди Которые развиваются Они конечно же Являются больше Оптимистами Потому что Они находятся На других энергиях Они находятся На других вибрациях Ты знаешь Ты говоришь Я вспомнила сразу Мультфильм Семейка Круц Когда папа Заставлял всю семью Сидеть в пещере Потому что Это безопасно Вот И И в итоге То есть Если бы они там Продолжили сидеть То Их бы Ну Завалила бы Там была ситуация Землетрясения Все рушилось И они бы Там бы В этой пещере Их похоронили бы там Вот Но он Всячески Боялся выходить И всей семье С детства внушал И детям И жене Что Нет Там Там Небезопасно Мы должны жить В этой пещере Вот И вот так Примерно люди Которые боятся И женщины Которые Боятся Идти в развитие Боятся Меняться Боятся 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 Зоны Комфорта Такого Скажем Комфорта Это Странного Потому что Потому что Женщина Когда она Не любит себя Когда она Очень созависима От мужчины От отношений От родителей От детей Привязана У нас же Как бы считается Что нормально Быть сильно Привязанным К родителям И слушать Все что они тебе Говорят Нормально Быть настолько Привязанной К детям Что не иметь Собственной жизни Только вот Ради детей И нормально Быть привязанной К мужу Вот эти вот Когда Моя любимая Мамочка Люблю Любима Мамочка В декрете Люблю Своего мужа То есть Когда женщина Себя так Характеризует У меня К ней сразу Какие-то вопросы Это неплохо Быть мамочкой Любить Быть любимой Но когда ты В шапке Своего профиля Или Где-то по жизни Идешь Размахивая Как флагом Победным Что ты вышла Замуж Родила Ребенка И ты полностью Полностью Как бы Вот в этом Растворилась То вопрос От Где ты То есть Вот эта Зависимость Женщины От Растворения В других Людях Это вообще Нормально Растворение В детях Там Или Все-таки Это Не делать Счастливой Другие Я искренне Считаю Я не буду Говорить Что есть Плохо Что есть Хорошо Потому что Для каждого Что-то есть Плохо Для Кого-то Это Хорошо Для Кого-то Это Плохо Но Я искренне Считаю Что Женщина Сюда Пришла Не просто Родить Детей И Быть Замуж Потому что Возвращаясь К тому О чем Я говорила В самом Начале У каждой Женщины Есть Какая-то Уникальность И часто Когда Женщина Находится В созависимых Отношениях В зависимости От детей От мужа От родителей Эти зависимости Они на самом деле Бывают разные И я Видела На своей практике Эти разные Зависимости Это Такое Прикрытие За которым Действительно Не хочется Расти И что-то Делать Очень часто Мы себя Тем самым Оправдываем Я мама Я не могу Я замужем Мне нужно Детей кормить Мужу Ужин готовить Стирать Или еще что-то И мне вообще Некогда развиваться Книги читать Даже элементарные Такие вещи И развивать себя Реализовывать себя Но на самом деле Мы являемся В том числе Мамами И мы себя реализуем И мы себя раскрываем И мы понимаем Что это возможно Это возможно Более того Возможно Глубинная работа Над собой И если действительно Что-то есть Что-то пугает Это нормально Мы все живые люди И у каждой женщины Могут быть Какие-то страхи У каждой женщины Могут быть Какие-то Свои принципы Которые сложились Но очень важно Освободиться И понять Что является Твоим А что является Тем Что тебе навязали Твои родители Или может быть Тебе даже Твой муж навязал Потому что часто Бывает так Что в отношениях Мужчина Подавляет женщину Или наоборот Бывает женщина Подавляет мужчину Но за этим Что-то есть Обязательно В этом Очень важно Разобраться Не просто Это все прикрыть И сказать Ну вот так Есть Я это принимаю Принятие Это хорошо Но за этим Всегда что-то стоит И как правило Это родовые программы Которые лежат В нас На клеточном уровне И которые действуют На это все Соответственно Да Поэтому И время Сейчас такое Когда Все-таки Очень важно Быть полезной Для этого мира И Женщина Тогда становится Счастливой Когда она В том числе Творит Когда она творит Когда у нее есть Тот проект Да С любовью Которым она занимается То любимое дело Которому она отдается Потому что Женщина Она рождена Для этого творения И да Она сотворила Ребенка Да Она сотворила Там семью Но это всего лишь Отправная точка Да Это условно Взлетная полоса Куда она Встала И очень важно В дальнейшем Лететь И сотворять Делать С любовью Отдавать Любовь Потому что У женщины Столько любви Что Мужчина и ребенок От этой любви Они просто задохнутся Да То есть Женщина Способна отдавать Эту любовь Всему миру А соответственно Ей нужно что-то делать И создавать И туда эту энергию Направлять Да Ну Женщина Способна Я согласна Вообще Женщина Это огромная сила Это магия Невероятная энергия Но когда Сосуд пустой А очень часто Я встречаю Женщин Опустошенных Почему Опустошенных Потому что Они много Отдают Ничего не получают Взамен Это как раз Вот история Про семьи Где Любят Где И Готовят И все Это А мужчина Ну Принимает Как должное Да И Никак Ничем Не обменивается С женщиной Вот Это История про женщин Которые себя Не реализовали Которые о чем-то Мечтали Но потом Вот случилась Семья Ребенок Они вот Сели дома Мечты Все отложили На полку Когда Женщина Усталая Высосанная Энергетически Она пустая Ей нечего Дать И она Как бы Вроде бы Любит И мужа Ребенка И весь мир Но Дать ей Нечего Эта любовь Она Ее не наполняет Наоборот Очень много Ну Наверняка Ты знаешь Да Что женщины Особенно Если у них Нет еще Второй половины Без конца Проживают Свою жизнь В поиске И вот Мне все время Говорят Вы ищите Себе мужчину Вы Кого вы ищете А я всегда говорю Что я не ищу Потому что Проводить Свою прекрасную Волшебную жизнь В поиске Мужчины Это Просто ее Растрачивать Поскольку Поиск Это Это Непродуктивная История Это как Не знаю Искать грибы И ты не знаешь Там В этом сезоне Не прошел дождь Да Там грибы Не выросли В этом регионе Они не растут Там нужно знать Грибные места То есть Ты тратишь Свою жизнь На какое-то На какое-то Странное Действие Хотя Ты могла бы Наполнять Себя И тогда Твой мужчина Пришел бы К тебе По факту Его не пришлось бы Искать То есть Он пришел бы На вот этот свет Да Как мотылек Вот Но Я тебя Правильно Поняла Что Если Ты До краев Забита Родовыми Программами Деструктивными Разрушающими Которые говорят Ты недостоин Хорошего мужчины Хотя Ты Мозгом Ты понимаешь Все же Хотят Доброго Щедрого Обеспеченного Красивого Любящего Заботливого Но Подсознание То Которое От прапрапрабабки Передалось По всем Этим Каналам Говорит Че Ты Ты Кого себя Возомнила Да нет Конечно Посмотри Вот Модели Там Разные Вот Эти Девочки А ты Что И Как бы Ты Старалась Ты Сознательно Не можешь Привлечь То есть Ты можешь Потрать кучу Усилий Но Твоя энергия Не привлечет Такого Мужчину Если Ты Внутренне Считаешь Что Ты Недостойна Так же С деньгами Когда В семьях Говорят Что Богатые Все Плохие Это Мошенники Воры Это Все еще Пошло Из С тех Времен Знаешь Когда Это Страна Голодных Рабов Когда Раскулачивали Там Всех Кто Умел Зарабатывать Хорошо Деньги И Что Тогда Говорили Богатый Значит Он Вор Значит Он Наживался Он На народе Да Он Плохой Человек И Оттуда Пошло Множество Я Полагаю Тебе Виднее Потому Что Ко мне Не приходится На Уборку От Чистку От Родовых Программ Особенно Русские Женщины И Мужчины Впитали В себя Смолоком Матери Что Богатый Значит Не очень Хороший Человек И Поэтому Человек Не может Сознательно Разбогатеть Потому Что Где-то Там Какая-то Прабабушка Пострадавшая От Какого-нибудь Крепостного Как Зовут Дворянина Владельца Крепостных Не знаю Когда-то Там Был Плохим И У нее Вот это На корочку Отмоталось Правильно Я Рассуждаю Да Правильно Потому Что Женщина Если Она Пустая Что Она Может Дать Что Она Может Отдать Если Она И так Расстратила Свой Ресурс Но Это И есть Как раз Таки Вопрос Своих Личных Границ Да Это И есть Вопрос Той Ценности Которая Есть Внутри Женщины Если Она Себя Обесценила Если Она Не Чувствует Личных Своих Границ Да Потому Что Личные Границы Это Тот Момент Когда Мы Можем Легко И Не Важно Близкий Это Человек Или Какой-то Родной Человек Сказать В определенный Момент Нет Нет Я Устала И Сегодня Я Не могу И не Хочу Делать Это А Сегодня Я Просто Хочу Наполниться Я Хочу Принять Ванну Или Хочу Каждая Из нас Наполняется По-разному Потому Что Все Мы Разные Но Если Перечислить Какие-то Пункты То Я думаю Что У многих Они Совпадут Потому Что Мы От Каких-то Бьюти Процедур От Шопинга От Природы Вдохновляемся Наполняемся Я Использую Медитации Для Наполнения Для своего Ресурса И В определенный Момент Конечно Очень важно Чувствовать Себя Очень важно Понимать Когда Случился Вот этот Момент Когда Ты Устала И Когда Ты Не Можешь Двигаться Дальше Ну И Конечно Очень важно Освободиться То есть Если Мы Берем И Понимаем Что Наш Стакан Полностью Напит Я Не знаю Песком Да Как Туда Вообще Что-то Может Заходить Пока Мы Не Уберем Все Эти Программы Деструктивные Пока Мы Не Очистим Стакан Пока Он Станет Женщина Хочет Да У нас Сегодня Тема эфира Изобильная Женщина Как Женщина Может Быть Изобильной Если Она Полностью Набита Песком Да Ну Я Утрирую Очень Сильно Но Тем Не Менее Я думаю Понятно Потому Что Деструктивные Программы Они Именно Таким Образов На нас Сидят То есть Тот Человек Та Женщина Которая Чувствительная Она Чувствует Часто Я не могу Выйти Стресса Каждый Описывает Это состояние По-разному Но на самом деле Суть об одном О том Что она Зажата И о том Что она Забита Этими Родовыми Программами И она Не может Пропускать Эту Свободную Легкую Непринужденную Энергию Которую Мы можем Транслировать Этому Миру И В разных Сферах Проявлять Себя Будь то Отношения Будь то Финансы Будь то Предназначения И здоровья В том числе Даш Вот как раз Кстати интересно Какие у тебя Вот интересные Были Ну Случаи Когда После Работы С тобой Твои ученики Твои клиенты Менялись Свою жизнь Наверняка У тебя уже Накопилось Много Интересных Историй И Мне кажется Всем всегда Нравится Случа Потому что Они вдохновляют Что вот так Вот можно Оказывается Расскажи пожалуйста На самом деле Этих историй Очень много И Я действительно Нисколько Не совру Если скажу о том Что Эта обратная связь Она приходит Ко мне ежедневно То есть Я её не жду Но у человека Раз что-то в жизни Поменялось И он открыто Этим делится Вот сегодня Например Мне прям перед эфиром Написала девушка О том Что у неё Поменялась жизнь И она похудела На 10 килограмм Она на самом деле Действительно Стала себя ценить Она стала себя любить И она стала разбираться В тех отношениях Которых там больше 20 лет И даже Те отношения Которые условно Прикрывали Такие моменты Люди Набираются смелости Переезжают в другую страну Начинают жить свободно Начинают делать То, что они хотят У них вырастает доход То есть Кто-то зарабатывает Свой первый миллион Кто-то Выходит на миллиардный оборот После проработок Люди пишут о том Что у них появляются силы Энергии Им хочется жить Потому что часто Очень часто Встречается такое Что Человек приходит Например С каким-то запросом И первый вопрос Какой я ему задаю А что ты хочешь? Что ты хочешь в этой жизни? И человек теряется Он говорит Я не знаю Чего я хочу Я не знаю Куда мне идти Я не знаю Какая цель Моего существования И пребывания здесь Есть какие-то цели На завтрашний день На текущий месяц Но какой-то глобальной цели И понимания Зачем я здесь Его нет И прежде всего Возвращается Это желание Это вдохновение Жить Творить И что-то делать А это очень важно Прежде всего Состояние Человек сначала После проработок Он обретает состояние А потом на физике Уже у него получаются Какие-то изменения Кто-то встречает Своего мужчину Рожает долгожданного ребенка Хотя, например Не мог забеременеть Или наконец-то Решается уйти От своего нелюбимого мужа То есть Это тоже история И она с одной стороны Для социума Может быть печально Когда люди разводятся Но для женщины Которая наконец-то Обрела свободу И освободилась От мужа-абьюзера Эта история прекрасна Я так считаю Да, я тоже с тобой Абсолютно согласна Болезни какие-то Наверняка Вылечиваются Потому что Очень часто Наше тело Оно Как раз Вот на эти программы Реагирует Разными заболеваниями И большинство Ну психосоматика Да, все об этом слышали Большинство Уже давно знают Что болезни Не всегда От того Что ты там Не знаю Простудился Или ноги держал В холоде Или еще что-то Что очень часто Организм Этот стресс Эти непрожитые Какие-то Эмоции Где-то Останавливает Где-то Накапливает Вот эту всю историю Наверняка У тебя Случаи Исцеления От разных болезней Были в практике У клиентов Исцеление Конечно же Есть И даже Есть такие Тяжелые случаи Как например Раковые заболевания Когда женщина Ко мне приходила И это не было задачей Мы прорабатывали Любовь к себе Мы прорабатывали Принятие своей сексуальности Мы прорабатывали Проявление своей сексуальности Да И потом она Например шла к врачу И у нее диагностировали Что рака В женских органах нет Да То есть Врачи говорили о том Что якобы случилась Какая-то ошибка Люди вылечиваются От аллергии От каких-то Хронических заболеваний Это действительно Происходит Хотя изначально Задачи нет То есть Человек часто Обращается С какой-то историей Внутренней Своей Своей Например Нереализацией Или например Отношений Или еще чего-то И постепенно Прорабатывается Именно сфера здоровья Даже были такие ситуации Когда я работала С инсультом То есть Работали с программами И человек выздоравливал То есть Абсолютно Абсолютно Разные болезни Да То есть Ну я не буду все перечислять Но вот те Которые Пришли Яркими Такими моментами Был случай Работала с мужчиной Который попал В тяжелую аварию И После этого У него восстановилась память Он начал ходить Он начал говорить Хотя Опять же Это была работа С его родовыми программами Как интересно Вот Мне кажется Что Для девушек Которые действительно Очень хотят Себя полюбить Принять Зауважать Но не могут И не знают Как это сделать Несмотря на то Что стараются Да И ведь есть масса же Пособий Вот Аффирмации И все что-то Только там Ну очень много Вариантов Но Я этот путь проходила И он очень долгий Он длительный То есть Чтобы аффирмации Начали работать Это их нужно ежедневно Повторять На протяжении Нескольких лет Вот Твой метод Он Как быстро Входит в жизнь Человек Как быстро Происходят изменения Как быстро Происходят изменения Они на самом деле Происходят у всех По-разному Да И у кого-то Это изменение Мгновенное Да Потому что На сегодняшний день Работу метода Объясняет Квантовая физика Нейрофизиология Нашего головного мозга Да Как бы мы Не хотели в это верить И так далее Но существуют В том числе Научные знания Научные доказательства И У кого-то Это интегрируется Да В течение месяца У кого-то Две недели У кого-то Неделя Но максимальный Такой срок Да Когда это месяц Полтора месяца И у человека Происходят очень сильные Изменения У кого-то Даже уже спустя неделю Человек чувствует Но состояние Оно меняется Практически сразу Да То есть Когда мы поработали Когда я например Провела курс Или Сессию Да Инвидуальную сессию И человек Раз и понимает Что у него Поменялось состояние А за этим состоянием Уже начинает Все меняться На физике В нашем физическом мире И Часто человек Даже забывает О том Что он например Куда-то ходил И что-то вообще Делал Прорабатывал А потом раз Почти всегда Да Почти всегда Вот сколько я Слышала историй Когда человек Сходил Поработал При каком-то Методу Потом проходит Какое-то время Говорит Ой Ну как-то так Само вышло Даже Как-то вот Он не связывает Он не связывает То что он Поработал Да И то что Получил он на физике Очень часто Человек об этом Не задумывается Но Ну я знаю Что Что послужило Этим толчком И что привело К этим изменениям Это та внутренняя Я тут смотрю Очень много Пишут людей Вот Они Возмущаются Что мы не читаем Комментария И никак Вот пишут Что-то Девушка стелилась От незаживающих Ранотель Результат великолепен Даже творит чудеса А тут вот Твои фанаты уже Которые с тобой Вот Пишут Вот мне нравится Чехов Ты супер Да и твоя компаньонша Кайф Вот Это так К слову То есть Женщина была больна раком И про сексуальность Она излечилась Ну Мне кажется Что если у женщины Рак Женских Органов То тут как бы Сексуальность Очень близко Идут Рука об руку С программами Конечно же Потому что Не зря мы в женском теле Да То есть Очень часто Мы этим пренебрегаем Очень часто Мы об этом забываем И Естественно Женщины Достигаторы Которые идут Они реализуются Но они совершенно забыли о том Что их природа такова И в том числе У них есть задача Определенная Да На На эту Их жизнь Да Очень важная Научиться проявлять Свою женственность Научиться проявлять Свою сексуальность Но за этим Опять же стоят Например Такие родовые программы Как Быть наказанной За проявление Этой сексуальной энергии Быть уничтоженной Разрушенной И женщина не понимает Как она может это сделать Потому что Она чувствует вину Она чувствует стыд Она переживает По этому поводу И вообще не всегда Это происходит Осознанно И эта энергия То есть она не проходит А что такое Любое заболевание Это скопление Той энергии Которая Ну не реализовалась Той энергии Которая не появилась И поэтому Здесь все Даже логически Объясняется А если в роду Не было богатых Спрашивают Светлана Могла заложиться Программа Бедности Конечно Безусловно То есть На самом деле Эти программы Они есть Я работаю с разными Абсолютно разными людьми И эта программа Она есть у всех И у кого-то Она действительно Проявляется на физике Как в прямом смысле Бедность А у кого-то Она проявляется Как ограничитель Часто даже человек Который зарабатывает Большие деньги У него есть Какой-то определенный потолок И он этот потолок Не может пройти Так вот Эта программа Она как раз-таки За этим и стоит И освободившись от нее Человек делает прорыв Да Еще бывает Что есть такие Родовые программы Вот я все Про лишний вес Когда Женщины Все в роду Голодали Там Кто в блокаду Кто В войны Кто В голодомор Кто еще Где-то И в итоге Генетически Передалась Вот эта вот Ненасыщаемость То есть Когда ты Как не в себя ешь Организм боится Что вот-вот Может опять наступить Что-то такое Что тебе придется Голодать И поэтому Ты не можешь Насытиться Совершенно Есть же такие программы Ну На уровне следствий Да Но за этим Что-то стоит Глубинное Да То есть Здесь уже нужно смотреть Что за этим Стоит глубинное И как правило Это страх Потери Да То есть Тогда когда мы боимся Что-то потерять И тем самым Мы вот эту энергию Да Назовем так Привлекаем к себе То есть Здесь есть родовая программа Потери Когда человек теряет Что-то в жизни И через В том числе Еду Да Это Ну Демонстрируется Назовем так Вот пишет девушка Если я не знаю Свои корни Сирота Как быть То есть Нужно ли обязательно Знать Своих предков Чтобы Вылезли родовые программы Совершенно не нужно Потому что На самом деле Я тоже Не знаю Всех своих предков И дело совершенно Не в этом Знаем мы это Или не знаем Да То есть Моя уникальность Она заключается в том Что Я это считываю Да На интуитивном уровне И из очень сильной глубины Да Вне зависимости от того Знает человек Это или не знает Да Вот я тоже могу сказать Что Я хоть и знаю Каких-то своих предков Но Даша Их точно не знала Но называла Да Программы Очень Очень похожи Ну Очень как раз Те Которые Сто процентов Были Так Тут Просто я читаю Какие-то невероятные Истории Пишут Вот Вот тоже Девушка пишет Что она Отдает Всю себя Мужу Детям Окружающим Безвозмездно То есть Даром А что должна Женщина Кстати Получать В ответ На Вот Всякие Разные Астрологи Ведические Люди Православные Всех Свои Какие-то Теории Каким Должен Энерго Энерго Как думаешь Именно Именно Брать Отношения Мужчины Мужчины Здесь Здесь Руками Всего Мира И всех Людей Которые Есть К ней Идет Это Изобилие К ней Приходит Со всех Сторон А бывает Что со всех Сторон идет А вот Из рук Мужчины Нет Тогда Тогда Есть Программы Которые Как раз Таким Не позволяют Именно Мужчинам Эту Энергию Да Давать Или Есть Страх Например Принимать Или Запрет Принимать Что-то От мужчин Такое Тоже Есть И мы Думаем Что мужчина Не дает А на самом деле Сами Не берем А Да Я помню Это в детстве Когда Не бери У него Подарков Ты за Этим Будешь Что-то Должна Он Хочет Секоса Поэтому Не смей Принимать Подарков Я помню Я даже Эту программу Помню Очень хорошо Вот Даже Не надо Глубоко Копать Чтобы Расскала На поверхность Так Читаем Дальше Что нам Что Интересного Спрашивают Женщина Может жить Просто для себя А не для детей Для мужа Да У женщины Есть свое Предназначение А это Быть женой Мамой Созидать Семью Считает Валентин Вот И кстати Многие мужчины С ним Возможно Хотели бы Согласиться Вот Те мужчины Которые Ну Считают Что женская Миссия Вот Она только В этом Что Что Можно Возразить На это И нужно ли Ну Я искренне Считаю То Что Мы живем В современном Мире И если у нас Есть возможность Делегировать Я научилась Прекрасно Этим Пользоваться И это Облегчает Жизнь Моей семье Это Облегчает Жизнь Мне самой И у меня Есть время На мое Развитие У меня Есть время На мою Реализацию То есть Я от этого Не стала Какой-то Плохой Не такой Да То есть Я лучше Отдам Своё Внимание И своё Время Своей Семье Нежели Я буду Посвящать Себя Каким-то Бытовым Вещам Да И тем более Это то Что происходит В нашей жизни Бесконечно Что бы ты ни делал Да это всё время Будет Ещё больше И больше И больше Поэтому я За максимальное Делегирование В принципе Да Каких-то Домашних Задач Бытовых Задач И так далее И как только Мы решаемся На этот шаг У нас появляются Эти возможности Что самое интересное И так устроена Вот я сразу Пока ты говорила И пока мы завели Разговор о мужчинах Которые значит Считают Что жена должна быть Босая беременная На кухне Вот Тему абьюзерства Ведь Ну Очень большая часть Отношений Как раз про то Что Кто-то кого-то юзает Про Знаешь Как бы Как сделать так Чтобы Мне Как можно больше От другого Получить Вот С Проработкой Родовых Программ Вот эти Истории Ведь Уходят От женщин То есть Женщины Научаются Видеть Проблему Не в себе И вину А Просто как-то Разрулить Эти отношения Так что Возможно Мужчина Перестает Ее юзать Не обязательно Живот Надо уходить Если там Семья Дети И какие-то Чувства Вот Бывает такое Что просто Женщина Проработала А мужчина Бац И изменился Сам собой Да Это действительно Так бывает И это действительно Так есть Потому что Мужчина Это катализатор Катализатор Того Что есть у нас То есть он Просто нам Показывает Он нам Сигналит Об этом И как только Мы в себе Это проработали У него нет Надобности Нас этому Обучать Ему самому Будет от этого Легче И проще Да То есть Часто Например Бывают такие Ситуации Когда пришла Ко мне женщина И говорит Все Я решила Разводиться Я буду Разводиться Не останется Шансов Не поменяться Потому что Он находится В вашем поле Вы будете Просто работать Над собой Весь фокус Внимания Будет на себя А мужчина Будет меняться В том числе Он в том числе Будет развиваться Потому что Ваше поле Ваша энергия Будет действовать На него Именно таким образом Мы все Находимся В едином Информационном поле То есть Ты хочешь сказать Что там Один и тот же Мужчина С разными Женщинами Может себя Абсолютно По-разному Вести Конечно С одной Неуважительно А с другой Наоборот Пылинки сдувать Бояться Лишнее слово Сказать Какой-то Не дарит Ничего Другой Дарит Я честно Такие Встречала Истории В своей жизни Когда Мои подруги Мои подруги Встречались С какими-то Мужчинами Да И От которых Они получали Ну какие-то Не знаю Мелкие вещи А потом Выяснялось Что у мужчины Параллельно Предположим Где-то Есть девушка Которую квартиру Подарил Машину И так далее То есть С одной Он Вкладывался А другой Не считал Нужным Это Именно из-за того Что у этой женщины Родовая программа Была на то Что я не достойна Ничего Действительно Это родовые программы И здесь Опять же Когда Например Приходит И женщина Говорит Например Мне мужчина Изменяет То есть Очень частая Такая проблема Которая встречается А почему Потому что в какой-то момент Есть в роду Такая программа Именно своего Обесценивания И мужчина Об этом сигналит Он это показывает Через эту ситуацию Это очень больная ситуация Это очень неприятная ситуация Но мужчина Будет показывать До тех пор Пока женщина В себе Это не поменяет И как только Женщина В себе Это меняет Эти ситуации Перестают Происходить В жизни Женщины Вот и все То есть Тот мужчина Который Любил Ходить налево Вдруг С этим Завязывает Ну Не то чтобы Вдруг С этим Завязывает Но по крайней мере Здесь Может быть По-разному Либо Мужчина Может С этим Завязать Либо Приходит Совершенно Другой Мужчина Который Себе Такого Не позволит Здесь Вариантов Может быть Множество Потому что Я всегда Говорю о том Что Я не люблю Когда ставят Человеку Какой-то Один путь Вот один Вариант Нет У человека Всегда Есть огромный Выбор Поэтому Вариантов Может быть Огромное Количество Но суть В том Что Женщине В этом Варианте Будет Комфортно Это уже Сто Процентов Это уже Совершенно Другая История Так Мы не Можем Переиграть Свою Судьбу Пишет Девушка Более того Не то Чтобы Не можем Мы сами Являемся Творцами Своей Судьбы Мы сами Создаем У нас Есть Такая История Как Причино-следственные Связи То что Называют Кармой И у нас Есть Судьба И это Абсолютно Два разных Понятия Потому что Есть Причино-следственные Связи Которые Уже Сформировались Которые Уже Создались А есть Судьба Которую Ежедневно Мы создаем Которую Мы творим Это та История Про Здесь И сейчас И про Будущее Да Поэтому Поменять Мы можем На сегодняшний День И то И другое Если раньше Этого Было Невозможно Сделать То сегодня Возможно Абсолютно Все И это Мой такой Девиз По жизни Да Я всегда Говорю О том Что Возможно Абсолютно Все Я сама Прошла Этот путь Я Огромное Количество В себе Всего Поменяла И теперь Я понимаю Насколько Для меня Все это Возможно Насколько Возможно Это Для людей Которые Меня Окружают Я живу В этом Мире В котором Действительно Возможно Поэтому Я не соглашусь С этим А карму То все равно Придется Отрабатывать Или что-то Можно И с этим Сделать Мы ее Меняем Да То есть Мы ее Так много Уже Жизни И воплощения Отрабатывали Что на Сегодняшний День Мы смело Можем Поменять То что Есть Там Внутри Вот Муж Не дает Деньги У Женщины Проблемы Ну Я думаю В рамках Нашего Эфира Мы уже Не будем Какие-то Индивидуальные Вопросы Разбирать У нас В принципе Это не входило Я думаю Что вообще В принципе Уже пора Завершать Эфир Мы немножко Вышли Да Только Расскажи Пожалуйста Как люди Могут Потому что Очень много Вопросов Как тебя Найти Это я сейчас Выложу Прямой эфир И там Отмечу Вы все Найдете Дашу А Что В чем Могут Поучаствовать Мои подписчики У тебя Какие активности В ближайшее время Будут Активности В честь В честь Вопросы Вопросы И буду Буду Конечно Потому что Все те Кто Посмотрели Прямой эфир Все те Кто Посмотрит Еще В записи Пойдут Обязательно На вебинар Я сама С удовольствием Послушаю Его тоже Потому что Вообще Нужно Любой женщине Для того Чтобы быть Изобильной Счастливой Влюбленной Любящей Принимающей Любовь Спасибо тебе Большое Даш Ты просто Лучшая Света В нашем Темном Царстве Женском Вот Спасибо Что ты Так много сил Отдаешь Женщинам И Ну Свою миссию Достойно Выполняешь Благодарю Благодарю И всем Благодарю Очень приятно Было с тобой Пообщаться Да Взаимно Ну все Всем доброго До новых встреч Пока Да Пока